Два ракетных удара нанес враг по Харькову. Частично разрушено здание депо метрополитена и частное предприятие. Обошлось без жертв. На месте падения ракет образовались воронки глубиной до трех метров. Российские войска хаотично обстреливали мирное население Харьковского и Богодуховского районов. Разрушены частные дома, повреждены многоэтажные жилые дома, газораспределительная подстанция. Об этом сообщили в полиции. Также зафиксированы возгорания сельхозугодий. В Чугуевском районе пострадали два человека. В Визюмском районе в ходе обстрелов повреждена критическая инфраструктура. И детальнее о ситуации в Харьковской области. Мы поговорим с Натальей Поповой, советником главы Харьковского областного совета. Наталья, приветствуем вас в нашем эфире. Здравствуйте. Наталья, сегодня в 9.30 утра практически по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Мы понимаем, какие последствия этой воздушной тревоги. Ракетные удары по Николаеву, по Виннице. Каким сегодня был четверг в Харькове? Ну, во-первых, позвольте начать с соболезнований для всех жителей Винницы, особенно для тех, кто сегодня потерял родных и близких. Потому что мы жители Харькова, области, в принципе, всего Донбасса и юга Украины, как никто понимаем, с чем они столкнулись. Это трагедия. Я хочу верить в то, что сегодня наши ВСУ спросят по достоинству за деток, которых потеряла Украина. Поэтому примите соболезнования. А что касается ночи и утра в Харькове, то ночью было нанесено два ракетных удара. Как вы правильно сказали, было частично разрушено декометр Аплитена. К счастью, сотрудники ГСЧС, которые прибыли на место, там были небольшие завалы, места возгораний, ни пострадавших, ни погибших не обнаружили. Эта ночь была достаточно спокойной для самого Харькова. Сегодня днем в Чугуевском районе один гражданский в одном из сел был ранен, доставлен в больницу. В целом день в городе проходит спокойно, но загадывать наперед, вы понимаете, мы не будем. Наталья, уточните, пожалуйста, какая ситуация в Циркунах, русские Тишки и Золочев, там, где были обстрелы. И пострадавший мужчина из одного из этих населенных пунктов? Нет, пострадавший мужчина, который доставлен в больницу, он из Чугуевского района. Это Изюмское направление. Что касается Циркунов, русская Лозовой, буквально полчаса назад заболели. Там нету. Это Золочев. Именно с которого они не наносили. Обстрелы по Харькову. Остаются гражданские, которые в небезопасном. По возможности в обществе, куда доставляется все необходимое. Подвергается и Дергачевск, возможность их восстановить. Или это очень опасно для работников коммунальной службы? Что касается газа, сегодня утром общалась с представителями военной администрации, которые отвечают за инфраструктуру. Тоже, кстати говоря, буквально час назад сказали, что по газу вопросов на территории Харькова и области на подконтрольных нам территориях нет. Что касается электрики, то есть света, понятное дело, ситуативно возникают ситуации. После каждого удара так или иначе сносятся опоры, обрываются провода. Но все это в рамках возможности восстанавливается максимально быстро. Поэтому проблем с восстановлением света на подконтрольных территориях и электроснабжения, если они возникают, нет. Что касается Дергачевск, там восстановлено, насколько мне известно, на час назад все. Полиция сообщает, что вследствие удара вгорели поля. Удалось ли погасить пожары? Поля были возгорания, там по несколько сотен квадратных метров. Пожарные прибыли практически моментально, буквально 5-10 минут. Все было потушено, пострадавших нет. Ну и еще уточнение по Харьковской области. В одном из населенных пунктов под вражеский обстрел попала скорая помощь, прибывшая по вызову пациенту. Расскажите, пожалуйста, чем закончилась эта история? Во время вызова к пациенту осколочное ранение нижней конечности получил сотрудник экстренной медицинской помощи. Невзирая на это, его коллега оказал помощь. Они вместе прибыли на вызов, оказали всю необходимую помощь. И уже по факту вместе с пострадавшей и с медиком оба были доставлены в больницу. С директором экстренной медицинской помощи я общалась буквально полчаса назад. Насколько мне известно, этот медик завтра уже планирует выйти на работу. Наталья, спасибо вам большое за оперативную информацию. Наталья Попова, советник главы Харьковского областного совета, была с нами в прямом эфире. Две подруги.